В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнор Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Священная ночь Хадар-Тюна в Караганде. Фонтан как средство обогащения. Что будет с культурой в Казахстане? Новый государственный проект. В Караганде инициированные городским маслехатом состоялись публичные слушания по поводу наименования 12 улиц микрорайона Кунгей, которые до сегодняшнего дня были лишь пронумерованы. Всего в расширенном заседании приняли участие около 150 человек. Однако собрание доказало, что наша так называемая общественность совершенно не готова к свободному волеизъявлению. Было много шума, так что пришлось даже вызывать наряд полиции. Подробности в нашем следующем сюжете. В феврале этого года правительство утвердило правила, согласно которым будут определять, каким именно образом будут учитывать мнения граждан по поводу наименования и переименования улиц. В городской Акимат за время действия моратория поступило 72 заявления, которые продолжили рассматривать сейчас. В городской Акимат за время действия моратория по поводу наименования улиц. Значит, еще, уважаемые люди, поймите правильно, я уже говорила, когда встречалась с общественностью, с коммунистами, с нашим общественным ведением поколения, я там говорила. То есть вы, общественность, можете инициировать вопрос о том, что вы хотите присвоить к улице звание Сергазина. Есть, значит, у нас уважаемый Золотарев, есть у нас еще люди, пожалуйста, готовьте заявления, готовьте обращения, и они дальше будут рассмотрены на аномастической комиссии. Давайте не путать одно с другим. Присутствующие люди большинством голосов были за все предложения. Было видно, что граждане были настроены решить все быстро, так как заранее ознакомились со всеми материалами. Но постепенно мирные слушания переросли во всеобщее недовольствие, когда у микрофона оказались люди, которые были против. Нам хотят представить, как будто эта инициатива исходит от населения, а властям якобы недосуг игнорировать мнение народа. Мы не вчера родились и понимаем, что это не так. Действительность и решение на этот счет приняла казахстанская элита по прямому или крошенному понуждению вашингтонского отгона. Уризоне спикера удалось не сразу, покуда он не озвучил весь заранее приготовленный рукописный текст. Однако, под напором публики, коммунистам в итоге все же пришлось покинуть трибуну. ПОДПИСМЕНТЫ 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 Прибывший на ряд полиции не стал применять силу к поживым людям. Им попытались объяснить все по-хорошему. Между тем, в ходе события кое-кто из заявителей передумал, чтобы одну из улиц Кунгея назвали именем их кандидата. Они посчитали, что их претенденты заслуживают того, чтобы их именем назвали центральной улицей города. Одной из таких личностей был назван Шортамбай Жрау. Когда народ начал расходиться, свое заявление решили отозвать и дочь Муташа Сулейменова, посчитав, что улица Кунгея не лучший вариант для названия местности именем ее отца. Однако, поскольку заявительница не озвучила свое мнение во время слушания и граждане не проголосовали за мнение кандидатуры Муташа Сулейменова, то теперь ей придется писать заявление уполномоченный орган и маслиха для рассмотрения отказа. В итоге в этот день получено одобрение карагандинцев по поводу наименования 11 из 12 улиц. Сотрудники маслихата тщательно посчитывали голоса, закрепив ряды актового зала за конкретными людьми. Теперь все данные внесут протокол, который передадут Республиканскую аномастическую комиссию для заключения. Ануар Сидрахим, Кайрат Рашитов, Бахтиар Роспанов, Первый, Карагандинский. 27 числа с начала месяца Рамазан для мусульман всего мира наступает одна из самых священных ночей – Кадр-Тюнэ. В эту священную ночь в центральной мечети города Караганды собралось около 5000 прихожан. Все они совершали поклонение Всевышнему. Люди верят, что все молитвы в Кадр-Тюнэ обязательно будут услышаны Всевышним. Главное, чтобы они были искренними. Считается, что именно в Кадр-Тюнэ пророку Мухаммаду была неспослана священная книга Коран. Эта священная ночь равноценно тысячи месяцев. Это время, когда ангелы спускаются на землю и до рассвета внимают молитвам верующих их просьбам. Мусульмане верят, что этой ночью предопределяются судьбы верующих. В священном Коране в суре Хадр было сказано, что ночь Хадр является величайшей ночью. И вознаграждение этой ночи больше, чем вознаграждение за тысячу месяцев. Поэтому каждый верующий мусульман стремится в эту ночь совершить как можно больше благих деяний в виде поклонения. В эту священную ночь мусульмане должны поклоняться Аллаху, читать Коран, совершать намаз, просить прощения у Всевышнего за содеянные грехи, читать молитву за родных и близких. Сегодня мы закончили чтение Корана, называется Хатмур-Куран. То есть мы сегодня закончили полностью весь Коран, прочитывание всего Корана. И это также является одним из величайших деяний человека, который может он совершить в этом мире. И все присутствующие здесь люди, они совершили вместе с нами это деяние. В ночь Хадр Акимом области Нурмухамбетом Абдибековым прихожанам был дан Аузашар. А заместитель Акима области Галым Ашимов поздравил всех мусульман с таким важным днем и пожелал всех земных благ. Действительно, для всех мусульман Хадр Туно имеет огромное значение. Поклонение в ночь предопределения важнее тысячи других богослужений. Сегодня, в эту священную ночь, мы все пришли поклониться Всевышнему. Пусть Аллах не спошлет нам мирное небо и счастливую жизнь. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтиар Успанов, Первый Карагандинский. Священную ночь мусульман Хадр Туно несколько подпортили воры. Они демонтировали два центральных фонтана в Караганде. Разворован фонтан в сквере возле памятника Абаю Кунанбаеву и фонтан по улице Кривогуза 1. Воры унесли из фонтана по улице Кривогуза детали почти на 100 тысяч тенге. Неизвестные демонтировали 24 латунные форсунки и такое же количество муфт латунных перегородок. Сейчас фонтан восстановлен. Мало кто даже знает о воровском демонтаже. А сколько сил специалисты вложили в свое детище? Это электрики, компьютерщики, программисты, наладчики, электрики. Потому что там оборудование все компьютерное. Все автоматически работает. Для этого пишется специальная программа на компьютере. Все загружается в фонтан. Соответственно фонтан красиво для вас играет. Световые композиции и струи по-разному бьют тоже. С другого центрального фонтана в сквере возле памятника Абаю Кунанбаеву украдены муфты и форсунки в количестве 35 штук на 122 500 тенге. В этом году мы полностью с нуля восстановили, сделали полную реконструкцию. Закупили все новое оборудование. Вы наверное видели, как ночью он красиво светит и днем брызгал красиво. В этом году это мы все сделали. В 2015, если не соврать, 20 июня мы открытие провели данного фонтана. В 11 вечера, в 10 вечера мы включили, красиво было, люди были, все красиво было. Ну видите, как произошло. О двух фактах демонтажа фонтанов сотрудники управления парками культуры и отдыха узнали от местных жителей, которые позвонили и сообщили, что трубы повреждены и поступающая оттуда вода разбрызгивается в разные стороны. Разорить, обворовать фонтан в год 80-летия Караганды, это не просто вандализм. Это отношение к своему городу, отношение к нам, карагандинцам. Ведь этот фонтан, чтобы построить, работали 80 человек, как минимум. Обворовали его за 30 минут. В принципе, воры обворовали нас с вами. Ведь для восстановления фонтанов потребуются деньги. Их придется брать из городского бюджета. А городской бюджет складывается из налоговых отчислений. Большая его часть ложится на нас, каражан. То есть мы и будем оплачивать восстановление фонтанов. Такова логика. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту воровства. А фонтаны, хоть и не в полную силу, но радуют горожан прохладой. Ведь вода – это символ жизни, символ процветания Караганды. Сергей Визокосов, Улужас Габасов, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галдек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм. Представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца. И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. К другим новостям. В стране разрабатывается новый проект концепции культурной политики Республики Казахстан. В Караганде прошел круглый стол, на котором обсуждали цели и задачи этого документа. В обсуждении приняли участие и деятели культуры из России. В Казахстане подобный проект был разработан впервые по поручению президента страны Нурсултана Назарбаева. В своем послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2050» лидер нации отметил, что следует дать новый импульс развитию казахстанской культуры. Для этого нужна разработка долгосрочной концепции культурной политики. Культура пронизывает буквально нашу жизнь от и до. И мнение каждого из вас очень важно для того, чтобы мы действительно выработали совместную модель взаимодействия государства, культурной общественности и наших потребителей культурной продукции и услуг. Проект поднял такие вопросы, как отсутствие научного подхода, скоординированности теории и практики искусства и культуры, недостаток яркого художественного воплощения, национально-духовных ценностей, литературы и живописи. Я думаю, что прежде чем разрабатывать такой документ, понятно, что мы проанализировали состояние современной культуры и выделили основные проблемы. Это не четкая координация действий органов исполнительной власти между собой с органами местного самоуправления, но и другими ведомствами. Учитывая всю масштабность и значимость данного проекта, Министерство культуры привлекло к подготовке широкий круг заинтересованной общественности, включая творческие союзы, ученых и видных деятелей культуры и искусства. Обсуждается и до 1 сентября мы вносим этот проект в администрацию президента. Круглый стол по обсуждению проекта «Концепции культурной политики Республики Казахстан» проходил в городах Астана, Алматы, Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей. В планах провести встречу во всех уголках страны. Гульнур Жакен, Улжас Габасов, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. Управлением Комитета по правовой статистике и специальных учетов Карагандинской области за первое полугодие 2014 года в целом обеспечен надзор в сфере правовой статистики и специальных учетов в регионе. Сегодня реализован комплекс организационных мер, который привел к существенному росту числа зарегистрированных преступлений. Об отходе от практики укрытия преступлений свидетельствуют факты выявления и постановки на учет скрытых преступлений прокурорами. Как правило, укрытию подвергались преступления небольшой и средней тяжести. Перегруженным органам правопорядка было легче закрыть на это глаза. И это сразу стало заметно по правовой статистике. В 2010 году в Карагандинской области выявлено и поставлено на учет прокурорами 526 преступлений. В 2011 году 411 правонарушений. В 2012 году 268. В 2013 году 217. А за 6 месяцев текущего года 165 правонарушений. Преступление в этом году в процентном соотношении 25% снижение составило. Если в прошлом году было совершено 15 544 преступлений, в этом году совершено 11 609 преступлений. Меньше на 4000 преступлений почти. Я думаю, это цифры говорят сами за себя. Для соблюдения порядка и профилактики преступности нужно повысить доверие общественности правоохранительным органам. За 6 месяцев текущего года в правоохранительные органы уже поступило свыше 94 тысяч сообщений о преступлениях и правонарушениях. Лариса Хуксаинова, Сергей Высокосов, Кайрат Рашидов, Бахтия Руспанов, 1-й Карагандинский. Более 4-х лет шахтеры-регрессники вместе со своим представителем Валерием Колесниковым пытаются добиться справедливости. При увеличении заработной платы работодатели должны сделать перерасчеты. По словам шахтеров, этого на протяжении многих лет не делалось. Законодательная власть законы утвердила, а исполнительные – суды и прокуратура – не исполняют их. Так считают шахтеры. Мы просим суды и прокуратуру, чтобы они взыскались, работодатели отдали инвалидам-регрессникам, пострадавших на производстве. Это, по моему субъективному мнению, идет лоббирование интересов работодателей. А вот, словом металл-темертау, мы будем вынуждены обращаться в международные организации по правам человека. На протяжении многих лет честные труженьки не получают выплату за производственные травмы в полном объеме. Кто, если не прокуратура и судебная власть, может помочь работникам? Но отказ в положительном решении иской следует один за другим. Доводы представителей САБ и спецвестрастности и некомпетентности судьи прокурора секретаря судебной системы являются несостоятельными. Ссылка на идентичные исковые требования по гражданскому делу Ландина также является незаконной. Учитывая изложенные, суд считает, что основания для удовлетворения отвода состава суда, предусмотренные статьей 40-й, 41-й Гражданского профессионального кодекса Республики Казахстан, не усматриваются. После очередного судебного заседания истец и доверенное лицо были подавлены. Неужели справедливость не восторжествует? Как-то странно получается, закон на их стороне, а исполнять его никто не хочет. Закон есть закон, и все граждане, несмотря на ранги и чины, должны его выполнять. Мы не согласны, идет нарушение законодательства в полном объеме. Мы доказательную базу собрали стопроцентную, но почему-то наше заявление не было удовлетворено в нарушение нашего гражданского профессионального кодекса. В связи с тем, что и на этом процессе получен отказ на заявление об отводе состава суда, согласно процессуальным нормам, ИСЦИ подготовили заявление, которое подали в канцелярию о полном недоверии Абайскому суду и об его отводе. Возможно, другой судья более объективно и беспристрастно отнесется к непростому делу. Алена Слинконур, Султан Исаев, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. За 6 месяцев текущего года сотрудниками подразделений административной полиции области составлено 637 административных материалов в отношении взрослых лиц. 39 несовершеннолетних привлечены к административной ответственности. В целях поддержания должного правопорядка, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в период с 24 по 26 июля текущего года на территории области проводится областное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». В первую очередь будут проверяться общественные места, торговые точки, объекты строительства и поведение на дорогах области. На сегодня уже направлено 24 ходатайства в суд о применении к несовершеннолетним мер административного воздействия в виде ограничения досуга и установления особых требований к поведению. Поставлено на учет 1419 неблагополучных семей. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Амазо Бумсдар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова